В августе 2003 года в кинотеатрах состоялась премьера фильма «Бумер». На ТВ-боевик вышел в октябре 2004 года. В 2006 году вышло продолжение под названием «Бумер. Фильм 2». С момента премьеры первой части прошло почти 18 лет, а с того момента, как вышла вторая часть, минуло 15 лет. Давайте вместе посмотрим, как изменились актеры, сыгравшие роли в этих фильмах. Костяна сыграл актер Владимир Вдовиченков. Ну, хоть с пацанами напоследок. Первые роли актер исполнил в фильмах «Граница. Таежный роман» и «Президента. Его внучка». Первая более серьезная роль у актера появилась в 2002 году. Он сыграл Фила в телесериале «Бригада». Далее последовала работа в «Бумере» и в сериале «Звездочет». Также стоит выделить фильмы «Время собирать камни», «Бесы», «Мымра», «Параграф 78» и «Учителя», в которых Владимир Вдовиченков сыграл ведущих персонажей. В фильмографии актера более 50 работ. Помимо этого, он с 2003 года играет на сцене театра имени Вахтангова. Сейчас актеру 49 лет. Андрей Мерзликин сыграл Димона. Актер снимается в кино с 1998 года. Свою первую главную роль Андрей Мерзликин получил в короткометражном фильме 1999 года «Как я провел лето». На данный момент фильмография актера более 130 работ в кино и сериалах. Среди всех фильмов, в которых снялся Андрей Мерзликин, можно выделить «Вокзал», «Призвание», «Качели», «Брестская крепость», «Сердце ангела» и «Единичка». В этих лентах актер сыграл главные роли. Еще как минимум 9 фильмов с участием Андрея Мерзликина находятся в стадии производства. В марте актеру исполнилось 48 лет. Роль Лехи досталась актеру Максиму Коновалову. Этого машину отобрали. Вас там прессуют. Этот за свои плетки полез. Или вы, может быть, терпилами быть хотите? В 1994 году актер впервые появился на экранах, сыграв выпускника в фильме «Хоровод». На данный момент в фильмографии Максима Коновалова более 100 работ. Его можно увидеть в фильмах «Солдаты», «Очень русский детектив», «Хочу ребенка», «Чемпион», «Москва-три вокзала» и во многих других. Актер до сих пор активно снимается в кино. На данный момент Максиму Коновалову 45 лет. Сергей Горобченко сыграл Петю. С 1998 года актер снимается в кино. Настоящая популярность к нему пришла именно после фильма «Бумер». Ради роли в этом проекте Сергею Горобченко пришлось уйти из театра «Ленком». Сейчас в фильмографии актера более 80 работ. Сергей Горобченко запомнился зрителям по ролям в лентах «Башмачник», «Москва-центральный округ», «Офицеры», «Шутка», «Братья Карамазовы», «Рыжая», «Пуля-дура» и по многим другим фильмам, в которых актер сыграл ведущих персонажей. Сергей Горобченко и сейчас активно снимается в кино. На данный момент актеру 48 лет. Во втором фильме появилась девушка по имени Даша. Ее сыграла актриса Светлана Устинова. Вот я когда уеду, пришлю тебе смс. Только мне придется сильно голову поломать, как тебе всю эту красоту в нескольких словах описать. Для актрисы это первая роль в кино. На тот момент ей было 23 года. Сейчас в фильмографии Светланы Устиновой более 50 работ. В фильмах «Смерш», «Темные воды», «Разведчицы», «Пушкин», и «Купи меня», она сыграла ведущие роли. Сейчас актриса все так же часто снимается в кино. Несколько фильмов с ее участием еще в стадии съемок и совсем скоро выйдут на экраны. Светлане Устиновой сейчас 39 лет. Брата Даши, уголовника Колю, сыграл Александр Голубев. Актер исполнил свою первую роль в 1997 году в фильме «Катавасия». В 2004 году он сыграл одну из главных ролей в драме «Курсанты». На данный момент в творческой копилке Александра Голубева более 40 работ. Актера можно увидеть в фильмах «Ваша честь», «Братья Карамазовы», «Кандагар», «Правила угона», «Суд», «Золотой капкан», «Тихий омут» и в других. Совсем недавно на экраны вышел фильм с участием Александра Голубева. Сейчас актеру 37 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова